За несколько минут до старта этого самого нового учебного года у 9-й школы поселка Виноградный чувство волнения, радости встреч, надежды на новые события наполняют воздух праздничным предчувствием. Равнодушных просто нет. Всем мы задаем один и тот же вопрос. Какие же чувства пробуждает в наших душах этот праздник? У главы это... Заботы. Я вот ехал и думал, ну, знаю, что школа хорошая, знаю, что много делают, и поэтому тем, кто делает, хочется помогать, хотя я им везу подарок хороший, но не конкретно школе, а всему поселку. У начальника управления образования это... Волнение прежде всего, волнение и такую радость, подъем, поскольку это праздник, праздник наш общий, не только детей, а прежде всего взрослых, родителей и наш сын. У юной учительницы биологии, для которой это 1 сентября первый раз рабочие... Для меня это всегда что-то такое очень волнительное, начало чего-то нового, возложение каких-то надежд, как на Новый год все совпадает. И совсем-совсем Новый год, и новая жизнь у первоклассника Костя Александрова. В волнении он сдержанно немногословен. Костя, ты идешь первый раз в первый класс? С удовольствием? А что хочешь в школе нового такого в своей жизни? Не знаю. Все будет здесь известно, да? Ты будешь учиться тут? Какую науку хочешь больше всего изучать? Ну, писать. А ты не умеешь, что ли? Угу. Ему предстоит всему научиться здесь и дружбе, и наукам, и спортивным достижениям. На школьной линейке именно лучшие спортсмены поднимают флаги России, Кубани и Анапы. И количество спортсменов, добившихся прекрасных спортивных результатов, впечатляет. Наверняка это самая главная фишка этой школы. Поэтому и подарок главы города не только школе, а в целом поселку Виноградный соответствующий. В самые короткие сроки будет отремонтирован сгоревший спортивный зал поселка. Особая честь на школьной линейке перед сверстниками, родителями и учителями получить награду за достижения в спорте из рук главы города. А самое главное, что это первый и важный урок для первоклашек. Не ленись, и все у тебя ученик будет хорошо. Среди учителей высшей категории, набравших первые классы, единственный мужчина. И это тоже замечательная особенность девятой школы. Виктор Владимирович Нагнибеда и в институте был единственным мужчиной на факультете начальных классов. И в школе их физрук, да он. Мужчины-педагоги цены тем, что умеют... Ну, если бы не любил детей, любить, конечно, детей, я бы не задержался бы здесь. Звенит первый звонок. Старт в новый учебный год дан. Пусть он будет успешным и запоминающимся.